В Южную Якутию прибыла делегация представителей Минкультуры Республики и артистов из столичных театров. Спектакли, концерты, выставки, круглые столы, программа «Насыщенная». Из Алдана передает Татьяна Вахнина. Герои из Казани Алан Хом чатся на сражении, водят хороводы, поют песни. Они ожили и действуют. Поистине фантастическая выставка открылась в Театре юного зрителя. Первыми экскурсантами стали воспитанники детских садов. Экспозиции по мотивам эпоса в сочетании с новыми технологиями представил Национальный художественный музей Республики. Например, скачущий Нюргун Ботур, на картине он не оживший, он просто застывший. А при дополненной реальности они действительно видят, что он летит. Он не только бежит, он летит спасать свою туяру муку. Поэтому это очень интересно рассказывать, и дети в восторге. Работой выставок открылись Дни Министерства культуры и духовного развития Республики. Во дворце культуры раскинулась тысячелетняя история Якутии. От железа до бронзы. Так называлась выставка Музея народов Севера имени Ярославского. Амулеты воинов и обереги домашнего очага, доспехи защитников и повседневная одежда предков. Привезенные экспонаты являлись малой частью богатств музея, но тем не менее впечатляли. Из самых интересных и во многом уникальных предметов, это, например, с экспозиции о бронзовом веке, например, бронзовое оружие, которому примерно 2,5-3 тысячи лет, найдено на территории Якутии. И мало того, оно найдено на территории Алданского района. Из них самый известный – это укуланский меч. В Алданском районе Дни Министерства культуры и духовного развития Республики Саха Якутия пройдут с 15 по 17 марта. Обширная программа запланирована в Алдане и в Тамоте, а также в поселках Нижний Куранах и Хатыстыр. На сценах домов культуры пройдут спектакли и концерты. Творчество представят как гости, так и хозяева. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха.